Добро пожаловать в Клуб Полуночников. Подкаст, где тени прошлого оживают и за каждым углом таятся тайны. Сегодня мы погрузимся в мистическую атмосферу Голливуда 50-60-х, где ужасы на экране порой уступали реальным страхам актёров и режиссёров. В центре нашего внимания сегодня Винсент Прайс, король хоррора, чьи роли в фильмах ужасов до сих пор вызывают дрожь. Действительно потрясающий актёр. Но сегодня я открою ещё одну страницу его жизни. Говорят, что за кулисами он был больше, чем просто актёр. Его имя связывают с ФБР и маккартистскими доносами. Как звёзды Голливуда выживали в годы политической паранойи? Мог ли Винсент Прайс действительно пойти на компромисс, чтобы сохранить свою карьеру? Какие мифы окутывают его фигуру и что осталось в архивах ФБР после охоты на ведьм? Всё это в сегодняшнем подкасте. Дамы и господа, добро пожаловать в клуб волуночников. Итак, ребята, в интернет можно найти упоминание о досье, которое ФБР ввело на Винсента Прайса. Это досье было частью архивов, охватывающих деятелей культуры и искусства, которые поддерживали социальные изменения или выражали либеральные взгляды. Ну, проще говоря, поддерживали коммунистов. Сами архивы ФБР стали доступны широкой публике где-то с середины двухтысячных, когда всё-таки рассекретили некоторые документы, связанные с этой охотой на ведьм. Я сам лично видел досье на Винсента Прайса. При достаточном желании и использовании поисковика его можно найти и прочитать. В том числе ФБР ввело за ним слежку. В какие рестораны он ходит с женой, в каких магазинах они одеваются, кто к ним приходит на ужин, к кому они ездят на ужин. В общем, такая информация. То есть велась полная слежка. Вообще ФБР начало собирать информацию на Винсента Прайса в 1940-е годы, когда его имя упоминалось в контексте организаций, связанных не с коммунистами, а больше с гражданскими правами. Прайс открыто поддерживал права афроамериканцев и вступал против дискриминации, что делало его в то время очень подозрительным. В то время любое проявление сочувствия к социальным реформам могло расцениваться как некая неблагонадежность или даже все-таки симпатия к коммунизму. Помимо этого Винсент Прайс активно поддерживал гуманитарные проекты и проекты в области искусства, что также вызывало подозрения. ФБР фиксировало его контакты с левыми организациями и следило за его публичными выступлениями. Однажды все же Винсент Прайс так дал дрозда, что на одном из собраний прочитал стихотворение советского поэта, естественно переведенное на английский язык. Но это было зафиксировано и кто-то настучал в ФБР. Вообще, наверное, стоит вспомнить такое понятие, как маккартизм и давление на Голливуд. В эпоху так называемого маккартизма, когда сенатор Джозеф Маккарти и комиссия по расследованию антиамериканской деятельности проводили массовые расследования. Да, многие деятели искусства стали объектами пристального внимания. Основная задача состояла в выявлении антиамериканских элементов, которые якобы подрывали стабильность страны, то бишь США. Подозрения в связях с левыми автоматически делало тогда человека сразу неблагонадежным и карьера могла быть разрушена за одно неосторожное слово, как Винсент, например, прочитал стихотворение советского поэта. Под таким давлением Винсент Прайса другие знаменитости оказались перед выбором дистанцироваться от подозрительных организаций или рискнуть потерять свою репутацию и будущее, но остаться верным себе. Сомнительный, конечно, выбор. Вот согласно книге его дочери Виктории Прайс, которая называется «Винсент Прайс. Биография от дочери», актер, вероятно, и скорее всего, как она утверждает, подписал секретную присягу в обмен на право продолжать карьеру. Присяга заключалась, проще говоря, в обещании ФБР не поддерживать подозрительные организации и никогда не участвовать в деятельности, воспринимаемой как антиамериканское. Конечно, как они заявляли, это не предполагало активного сотрудничества или, ну, стукачества доносительства. Подписав ее, Винсент Прайс фактически формально как бы заверил ФБР в своей лояльности. Этот шаг, на который пришлось пойти, кстати, многим стал вынужденной мерой, чтобы избежать черного списка и возможности продолжить работу. А вот слухи о том, что Винсент Прайс был информатором ФБР, возникли на фоне общей подозрительности и страха тех лет. Многие коллеги по индустрии тоже были вынуждены подписывать подобные присяги или публично, скажем, выражать лояльность, оставаясь при этом в душе где-то глубоко верным своим убеждением. Винсент Прайс был известен своей антимаккартистской позицией и критиковал методы выявления так называемых коммунистов в Голливуде. Эти взгляды делали его, конечно же, мишенью для сплетен, и даже спустя годы ходили слухи, кто-то их распространял, что он мог сдать кое-кого из своих коллег, причем не раз. Но опять же, как показывают архивы ФБР, они не содержат информации, что Прайс на кого-то наносил или активно сотрудничал с ведомством. Но кто знает. Тем не менее, факт ведение досье оказал влияние на его карьеру. Хотя он продолжил работать в Голливуде, Винсенту Прайсу приходилось избегать проектов и связей, которые могли бы привлечь дополнительное внимание спецслужб. Позже он признавал, кстати, что маккартизм стал ужасным временем для искусства, когда люди вынуждены жертвовали своими принципами ради карьеры, чтобы выжить, получить какие-то деньги на существование. А вот давайте подумаем, если бы Прайс действительно стал доносить, он мог бы сообщать информацию о многих деятелях, которые поддерживали в то время прогрессивные идеи. Его подозревали, что он доносил и стучал, отчаянно стучал на таких людей, как Чарли Чаплин, который был вынужден покинуть США из-за обвинений в антиамериканской деятельности, Далтон Трамбо, сценарист, член Голливудской десятки, так называемый, который отказался сотрудничать и писал под различными псевдонимами. В списке также есть актер Джон Гарфилд, умерший, кстати, вскоре после допроса. Вот так вот. Орсон Уэллс, режиссер, ну, слышали это имя, кстати, поддерживавший неоднократно гражданские права. Варя Паркс, актер, который был вынужден назвать имена коллег под угрозой потери работы. Раскололи, короче, мужика. Ли Джейкоб Коб. Ну, это малоизвестные имена в основном. Так вот, дядька-актер, который в конечном итоге согласился сотрудничать. В общем, под вопросом, сдавал он их или не сдавал. Эти фигуры разделяли взгляды Прайса, и их истории иллюстрируют, насколько разрушительно могло быть давление маккартизма в то время. В общем, вопрос открыт. История Винсента Прайса — это, можно сказать, конечно, не про предательство, а про сложный выбор. Он как бы не предал своих убеждений, был до конца этих взглядов, до конца своей жизни. Вынужден был пройти формальную процедуру, чтобы остаться в профессии. И даже после этого Прайс продолжал критиковать маккартизм и методы давления, что еще больше делает его активное сотрудничество, конечно же, маловероятным. И слухи о том, что Винсент был стукачом, скорее, как заявляет его дочь, и биограф и миф. Исторический контекст создает атмосферу, в которой такие обвинения кажутся правдоподобными. Но, как опять же заявляет его дочь, и биограф и факты указывают на другое. Но и досье ФБР не указывает, что он конкретно на кого-то настучал. Прайс стал жертвой паранойи той эпохи, когда самовыражение, искусство и карьера стояли под угрозой. В общем, это история о сложных нравственных выборах в темные времена. Хотя, хотя те имена до сих пор под вопросом. Мы это, наверное, никогда не узнаем. Когда рассекретил следующую часть ФБРовского дела, непонятно. Такие вот дела, ребята. Вот и подошел к концу мой эпизод «Клуба полуночников», где мы окунулись в тени Голливуда и мифы о Винсенте Прайсе, короле фильмов ужасов, американских фильмов ужасов, который, возможно, столкнулся с ужасами реальными, когда его жизнь и карьера казались под прицелом ФБР. Прайс, конечно же, оставил наследие не только своих ролей, но и историю о том, как выборы, сделанные под давлением, могут стать как спасением, так и источником тени на всю жизнь. Спасибо, что были со мной в «Клубе полуночников». До встречи за полночь. Клуб полуночников закрывается. До встречи в эфире.